В редакцию телевизионной службы новостей обратились жители нескольких районов Перми с одним и тем же вопросом. Почему так дорого стало обходиться отопление? В квитанциях за январь люди обнаружили, что платеж вырос почти в два раза. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. Когда пришла платежка за коммунальные услуги за январь, были все удивлены. Я и супруг, выросшей суммой почти в два раза, она увеличилась. Подумали, что вырос тариф. Но тарифы за тепло в этом году в России еще не увеличивали. Повышение цен на коммунальные услуги, конечно, произойдет, но с 1 июля. Сравнив январскую квитанцию с декабрьской, Анастасия с мужем поняли, что квартплата взлетела из-за увеличения объема поставленного в квартиру тепла. При этом, по словам женщины, особой нужды в двойном обогреве у них в доме нет, здание новое. И при наступлении отопительного сезона многие владельцы помещений перекрывают вентили. К сожалению, из-за того, что у нас квартира не оборудована счетчиками учета, отопления нет и в подъезде, мы не можем как-то серьезно повлиять на сумму, которая у нас в платежке. И когда без предупреждения она увеличивается, и не то, что без предупреждения, без необходимости, это очень неприятно, это бьет по бюджету. Чтобы понять причину взлета в квитанциях пермяков, мы обратились в ресурсоснабжающую организацию. Там заявили, все дело в погоде. Нынешняя зима якобы значительно морознее предыдущей. На изменение суммы платежей в квитанциях влияет теплопотребление. От декабря к февралю теплопотребление и цифра в квитанции может вырасти. А чтобы экономить, жителям нужно провести в домах мероприятия по повышению энергоэффективности. Нынешняя зима вполне соответствует климатической норме, отмечают синоптики. Январь был чуть холоднее декабря, но именно температурная разница не так уж и велика. От нынешнего декабря январь отличался не очень сильно. То есть средняя температура декабря в Перми там минус 10, минус 11 была, а в январе минус 13. Получается, что этот небольшой перепад на термометры спровоцировал другой, побольше, а в квитанциях за коммунальные услуги. Впрочем, зима еще не кончилась, и судя по погоде, в последние дни в марте тоже будет чему удивиться при знакомстве с новыми платежками. Небесную канцелярию, понятное дело, контролировать не удастся, а вот энергопотребление в доме вполне реально. Именно на это обращают внимание тепловики. Управляющие компании и ТСЖ должны контролировать наличие и исправность приборов учета, а также регулярно проводить мероприятия, уменьшающие теплопотери здания. Татьяна Овсяникова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.